МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы КРИК Центр Автопром. Техосмотр недорого. В эфире телеканала Юрган. КРИК КРИМИНАЛ КОММЕНТАРИИ. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Удар грома. Операция спецназа в Сыктывкарском притоне. Арбитражный аферист. Криминальная паутина в руках кукловода. Пешеход-агрессор. Эмоциональный взрыв. Нарушителя ПДД. Восточные презенты. Важные подписи по сдельной цене. 6 декабря наркополицейские КУМИ отмечали свой профессиональный праздник. Прошло 26 лет со дня создания в системе МВД специальных отделов по контролю с незаконным оборотом наркотиков. Но празднование стывкарским наркоборцам пришлось отложить. Оперативникам вместе с спецназом ГРОМ пришлось штурмовать притон в квартире на пятом этаже стандартной хрущевки. Репортаж Антона Булаева. Чтобы проникнуть нехорошую квартиру, спецназ использует пилу-болгарку. В такие заведения силовиков добровольно не пускают. О наркопритоне в пятиэтажке по Октябрьскому проспекту полицейские узнали в ноябре. Оперативники установили за квартиры наблюдения. Когда зафиксировали, что там систематически изготавливают и потребляют зелье, решили брать адрес штурмом. В комнате оказалось четверо мужчин. 38-летний хозяин квартиры, его брат и двое гостей, которые пришли у колодца свежеизготовленным дурманом. Все уже не первый год на игле. Предполагаемый организатор притона правоохранителям хорошо знаком. Не раз привлекался к административной и уголовной ответственности. Состоял на учете у нарколога. В ходе проведения обыска по адресу были обнаружены несколько наркопотребителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Сам организатор, содержатель притона, изъятое распособление для потребления наркотических средств с количеством наркотических средств. Данный гражданин является наркопотребителем с большим стажем. Потреблял различные наркотики в настоящее время. Потреблял наркотики с методического происхождения. Гостей нехорошей квартиры силовики привлекли к административной ответственности. А в отношении хозяина жилища возбудили уголовное дело. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде. За содержание наркопритона Сыктывкарец может на 4 года отправиться в места не столь отдаленные. Сыктывдинский суд на первый раз пощадил 21-летнего жителя села Зеленец Михаила Маторина. В августе этого года юноша, который еле стоял на ногах и плохо ориентировался, остановил наряд ППС. Причина его странного состояния стала понятна, когда при личном досмотре у него нашли сверток с наркотиком. В ходе личного досмотра у данного гражданина был изъявлен сверток вещества. По результатам экспертизы было установлено, что в данном свертке находилось наркотическое средство. Наркотик был синтетического происхождения. Масса его составляла 0,54 грамма. После чего был проведен дополнительный осмотр магазина, где работал подозреваемый. В ходе осмотра были изъяты его личные вещи. Также в личных вещах было обнаружено аналогичное вещество. Молодой человек признался, что спайсы покупал через интернет и только для личного пользования. По факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в крупном размере в полиции возбудили уголовное дело. Суд учел чистосердечное признание Маторина, его активную помощь следствию, то, что у парня не было раньше проблем с законом и назначил минимальное наказание. Приговор, три года лишения свободы условно, уже вступил в законную силу. Передано в суд уголовное дело в отношении трех жителей Сыктывкара, которые на протяжении пяти лет промышляли махинациями с отъемом через подставные фирмы денег от предприятий банкротов. Фигурантам вменяют незаконное создание юридических лиц, мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств. Следствие выявило 19 преступлений, большую часть которых обвиняемые совершили в составе организованной группы. Подробности этого уникального дела в репортаже. Наталья Литкевич. Летом 2015 года в полицию обратились представители организации поставщика электроэнергии. Заявили, одно из вуктыльских коммунальных предприятий, в отношении которого введена процедура внешнего наблюдения, не погашает 4-х миллионный долг за поставленные ресурсы. Зато другим кредиторам платит исправно. Вскоре поступила аналогичная жалоба другой сахтывкарской фирмы на задержку платежей от еще одной компании банкрота. Оперативники выяснили, обе проблемные организации перечисляют деньги подставным фирмам за фиктивные услуги по липовым документам. Обе находятся в руках одного конкурсного управляющего, назначенного арбитражным судом. Оперативники усмотрели преступную схему. Одно юридическое лицо подало исковое заявление о взыскании задолженности, а также о введении процедуры банкротства в отношении другого юридического лица. И с учетом того, что наш арбитражный управляющий, он довольно-таки известная фигура в городе Сыктывкаре, как арбитражный управляющий, к нему обращается наше юридическое лицо, которое желает взыскать с другого юридического лица задолженность. Дальше все было просто. Суд назначал по просьбе кредитора того самого арбитражного управляющего, и он фактически становился единовластным хозяином предприятия банкрота. Вскоре в арбитражные суды начали поступать заявления от подставных фирм, которые по подложным документам о якобы оказанных услугах требовали обязать банкрота провести расчет. На основании судебного решения с проблемного предприятия быстро взыскивали многомиллионные суммы. Благо, что платежные документы подписывал сам организатор аферы. Некоторые вполне состоятельные фирмы мошенники намеренно доводили до банкротства. Участники преступной группы поняли, что должник весьма состоятельная организация, а ее центральный офис находится в городе Москве. Поэтому они стали ее банкротить. Подготовили фазифицированные документы о введении в отношении данной компании процедуры банкротства на основании должности в размере 1,9 миллиона рублей. То есть того долга, который фактически уже был погашен. А деньги были переданы на счет фирмы под контрольным злоумышленниками. Всего от злоумышленников пострадало 9 предприятий, а ущерб составил больше 20 миллионов рублей. 10 эпизодов были совершены в составе организованной группы. В нее, кроме арбитражного управляющего, входила его сожительница и знакомый юрист. Все вполне благонадежные ранее сактовкарцы. При обыске оперативники изъяли печати фирм, зарегистрированные на самих фигурантов или на подставных лиц, а также поддельные штампы нескольких арбитражных судов различных регионов. Уголовное дело передано в Сактовкарский суд. За незаконное создание юридических лиц, мошенничество в особом крупном размере и легализацию денежных средств криминальной троице грозит до 10 лет колонии. В нашу редакцию позвонила жительница Подмосковья Жанна Пеликина. В октябре она обратилась в полицию, разыскивая своего отца Пеликина Александра Леонидовича, 1955 года рождения. Семья потеряла с ним контакт в 2003-м, когда он уехал из Печоры, в которой жил и работал больше 20 лет, в Михайло-Ахангельский монастырь в Усть-Умском районе. В ходе поисков дочь узнала, что летом этого года ее отец некоторое время жил в Ульяновском мужском монастыре в Усть-Уломском районе. Предполагает, что он мог устроиться на работу вахтовым методом на севере Комии. Всех, кто знает о местонахождении Александра Пеликина, его дочь Жанна просит позвонить по указанному телефону. Перешел дорогу в неположенном месте, оказался в полицейской машине, а теперь предстанет перед судом. 30-летнего сыктывкарца обвиняют в причинении насилия и оскорблении сотрудников ДПС. Инцидент случился в конце октября на улице Морозова, возле одного из ночных клубов. Молодой человек мог отделаться обычным штрафом, но решил пойти на обострение конфликта. Теперь сожалеет о последствиях. Репортаж Константина Куратова. Воскресным утром 29 октября экипаж ДПС под окончание дежурства ехал по улице Морозова в Сыктывкаре. За перекрестком с улицей Оплеснино проезжую часть рядом с пешеходным переходом попытались пройти парень с девушкой. Явное нарушение правил дорожного движения полицейские решили тут же пресечь. Но пешеход отказался предъявлять свои документы для составления протокола. Молодой человек. Здоровье, извините, пожалуйста. Вы даже не представили... Стоп, 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 стоп. Вам уже все объяснили. Спокойтесь, пожалуйста. Я спокоен. Куда вы дергаете меня? На каком основании? На каком основании? На какого? Заставьте. Девушка добровольно села в патрульную машину, а вот ее разъяренного попутчика пришлось усаживать в наручниках. Ну, Илья, если бы я просто молчал, вот такие ***, как эти два, они бы всю жизнь *** ездили и делали вид, что они *** пацаны. Илья, успокойтесь. Я не буду спокойным. Да ***, пусть меня посадят. У тебя четыре. Кто? Это люди. Это ***. Он может только... Когда у меня руки застрянут. Впрочем, одними лишь жесткими оскорблениями в адрес полицейских дело не ограничилось. Дошло до насилия. И находясь уже на автомобиле, в предоставлении в отдел полиции молодой человек нанес один удар лицом, вернее лбом по голове сотрудника полиции. У сотрудника полиции была отречена левая бровь. Соответственно, ему по приезду в отдел полиции была вызвана бригадская помощь, где ему оказана была советская медицинская помощь. Молодой человек переоценил свое поведение, когда в его отношении возбудили уголовные дела сразу по двум эпизодам. Применение насилия к представителю власти и оскорблений полицейских. Признание хулиганам вины должно повлиять на смягчение приговора. Впрочем, по сложившейся практике, дело вряд ли дойдет до отправки в колонию и ограничится более мягким наказанием. Сыктывкарские стражи порядка взяли с поличным необычного вора прямо на месте преступления. Вечером, 10 декабря, в столичную полицию позвонил охранник одного из административных зданий. Мужчина рассказал, во время дежурства на экране монитора он заметил странные помехи. Бдительный работник предприятия вышел на улицу и увидел, что мужчина, неизвестный ему, пытается демонтировать видеокамеру. Охранник предпринял все меры для задержания этого мужчины. При себе была сумка, в которой находилось еще две видеокамеры. Впоследствии задержанный пояснил, что в этот день он одну из видеокамер планировал демонтировать на улице Интернациональной. Одну он демонтировал и похитил с здания жилого дома по улице Октябрьский проспект. И одну с магазином местечки Орбита. Задержанный, 35-летний, ранее неоднократно судимый за кражи и драки сыктывкарец, свою вину полностью признал. Оперативники установили, осенью мужчина похитил в доме по Октябрьскому проспекту 8 велосипедов. Украденных железных коней злоумышленник продавал по бросовой цене прямо на улице. Один из прохожих даже заснял этот процесс на телефон. При обыске в квартире фигуранта оперативники обнаружили и 9 дверных доводчиков, которые также стали добычей серийного вора. Ухтинский суд завершает рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя Ухтинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Ростислава Машкова. Гость чиновника обвиняют в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и выдаче фиктивных удостоверений о повышении квалификации и липовых аттестатов по промышленной безопасности. Экзотические подарки для коррупционера. В репортаже Тейси Жаковой. Весной прошлого года в полицию поступила оперативная информация. Руководитель Ухтинского отдела Печорского управления Ростехнадзора Ростислав Машков за взятки подписывает удостоверение о повышении квалификации по рабочим специальностям. За чиновником установили наблюдение. Вот на этих кадрах видно, как мужчина получил от женщины в красном какие-то листы с фотографиями, поставил на них свою подпись, а чуть позже достал из журнала деньги. Передала их чиновнику, как установило следствие, директор учебного центра «Информ-Медиа» Наталья Цильке. Подозреваемый, не находясь на экзаменах, не проводя экзаменов, ему приносились удостоверения, где были указаны фамилии лиц, которые проходили обучение, либо сдавали деньги за прохождение обучения. И вместе с этими удостоверениями ему приносились деньги за то, что данный руководитель Ростехнадзора подписал эти удостоверения и передал их обратно в учебный центр для последующей передачи ученикам данного учебного заведения. Оказалось, платить за фиктивную подпись было намного проще, чем нанимать преподавателя, организовывать приезд и обучение бурильщиков и сварщиков. По данным следствия, всего Машков получил от Цильке больше 150 тысяч рублей. Еще 800 тысяч ему передало руководство одного из крупных ухтинских предприятий за подпись на протоколах и удостоверениях проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников. А вот этот узбекский халат и тюбетейку сотруднику технадзора подарили в знак благодарности за подключение к эксплуатации буровых установок без выезда на объект. Система такого вот фиктивного обучения и аттестации оборудования действовала три года. Всех все в принципе устраивало. Единственное не устраивало – это правоохранительных органов, потому что люди работали на опасных производственных объектах. Это газопровод, да, то есть не зная каких-то элементарных техники безопасности или сделая какую-то работу, мог произойти какое-то техногенное происшествие, катастрофа и так далее. Да, и могли быть жертвы среди, соответственно, работников. После задержания Ростислав Машков сначала сознался в преступлениях, но затем стал все отрицать. Наталья Цильхи, которую обвиняют в даче взятки в крупном размере, тоже настаивает на своей невиновности. Теперь обоим грозит до 12 лет колонии. А вот предприятия, работники которого фиктивно прошли проверку знаний промышленной безопасности, рублем уже наказали. Мировой судья оштрафовал их на миллион рублей. Вы смотрели КРИК, криминал-комментарии. В студии был Эдуард Бушуев. Выпуски нашей программы можно найти на сайте yurgan.rf или посредством функции управления просмотром IP-телевидения Ростелекома. После короткой рекламы вы увидите время новостей. Берегите себя и своих близких. СПОНСОР ПРОГРАММЫ КРИК ЦЕНТР АВТОПРОМ ТЕХОСМОТР НЕДОРОГО ТЕХОСМОТР НЕДОРОГО ООО ЦЕНТР АВТОПРОМ В 350 метрах от ГИБДД Сразу за вторым железнодорожным переездом Местечко Дырнас, дом 108, дробь 4 Телефон 550-830 Работаем без перерывов и выходных Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова